Добрый день дорогие друзья! Мы провожаем наш инфе Торры На сегодняшний день глава Ваекра мы говорим о жертвах Немножко говорим еще о жертве всесожжения Остановимся на хлебных приношениях Какие были хлебные приношения? Первое говорится это мука смешанная с олеповым маслом и с ароматной смолой Человек приносит муку у него нет денег дать животное даже птицу приносит муку Коин берет поминальная часть так называемая тремя пальцами зачерпывает муку с маслом ложит туда ароматную смолу это смола фруктовых деревьев эту часть сжигает Основное, кое оно остается это его зарплата Если он в случае приношения животных не получает ничего только шкура достается ему а вот это здесь получает он муку Если допустим это лепешка печеная в печи то есть замешивается мука с маслом оливковым и печется в печи часть этой лепешки маленькую поминальную часть сжигает кое остальное его зарплата А если это мука с водой смешанная маца получается пресная сухая маца смазанная оливковым маслом тоже происходит так же берет поминальную часть сжигает остальную коину Если человек приготовил в сковороде хлеб в сковороде приготовил часть сжигается маленькая поминальная часть остальное коину зарплату то же самое есть человек приготовил в горшке хлеб замешал муку с маслом запек и получился хлеб он тоже поминальную часть сжигает остальное зарплата коину Теперь если это первинки урожая крупно смолотые зерна он приносит поминальную часть сжигается остальная зарплата коина вот это пять видов получается мучных приношений Теперь если мы рассматриваем жертву повинную у человека тоже ну нет у него средств он приносит муку в повинную жертву и тогда написано что в данном случае никакого масла никакой смолы ароматной это жертва повинная только коин сжигает часть муки маленькую остальное остается ему как зарплата тоже коин Теперь очень важные законы о птичках мы рассматривали жертву всесожжения когда человек совершил грех какой грех один из 248 повелений то есть есть у нас 248 повелений 365 запретов повеление это когда человек не выполняет какой-то запад и когда Всевышний говорит делай вот он не выполняет называется повеление человек сразу раскаялся принес жертву ему сразу это все прощается и вот он должен принести жертву приносит он птичку допустим нету денег принести баранчика принес птичку голубя принес или молодые домашние голуби или дикие голуби приносит голубя такого и коин отсекает ногтем голову птицы полностью отделяет потом вырывает зоб с перьями выбрасывает к месту сбора пепла это на восточной стороне жертвенника после этого он надрывает крылья но полностью не отделяет и тушка вместе с перьями все сжигается мы уже говорили что почему это зоб выбрасывается потому что птичка не разбирает частное владение или общественное владение и езды хочет поэтому вот как она как бы наворует вот так такое действие такое совершает теперь жертва повинная это была жертва грехочистителя жертва сражения значит при жертве повинной берется два голубя тоже или два домашних голубя или два диких голубя молодые домашние голуби берутся почему-то Тора говорит за молодых что делается как в случае повинной жертвы то есть человек сделал какой-то поступок то он вообще не знал что он согрешил он не знал что такая заповедь что он что-то нарушает потом ему сказали вот изучал он Тора узнал он приходит к Коину вот я совершил он говорит хорошо берешь два голубя приносишь в храм и одного принесешь в жертву грехочистительную она то же самое как и жертва в сражение приносится но по другому то есть Коин режет голубя тоже ногтем но полностью не отделяет ее тушки никакие перья не надрывает а сжигает вот так вот целиком перед этим он окропляет жертвник кровью этого голубя а оставшуюся кровь выцеживает у основания жертвенника это остаток крови в случае же жертвы греха в жертву всецожжения когда мы говорим там по другому там Коин выцеживает кровь на стенку жертвенника ничего не окропляет на стенку жертвенника вот это тоже различие между той и той жертвой в любом случае тушки сжигаются никто перья не снимает с них потому что если снять перья с тушки и получится что совсем маленькая его жертва и чтобы не было стыдно бедняку всевышний об этом позаботился и сжигает голубя целиком да это неприятно такой запах перьев горящих но Коины должны все это выносить потому что главное чтобы не опозорить бедняка вот так вот это у нас были жертвы птичек в данном случае то есть в случае повинной жертвы две и все сожжения и грехоочистительные и птички приносятся а в случае жертвы просто все сожжения одного голубя приносят вот так вот теперь пишется вот допустим грехоочистительные жертвы жертва за что? говорит человек слышал что кто-то совершает преступление он видел это и он знал что он совершает преступление но он не предотвратил мог предотвратить что-то мог для этого сделать не сделал не хватило силу духа или что-то в общем не сообщил не сделал ничего вот он в этом случае считается совершил грех это надо идти в храм и сказать так-то и так-то не выстав смолодушничал не хватило силы воли остановить этот поступок человека и вот теперь за это должен принести грехоочистительную жертву или человек что-то присвоил раскаялся пришел в храм тоже сказал Коину вот совершил присвоил потянулся к чужому не выдержал что мне делать Коин ему говорит ты должен сначала вернуть то что ты присвоил верни тому человеку в каких-то случаях возвращается это вдвое но только в тех случаях когда человеков поймали а если он сам то просто должен вернуть и все но жертвы он принести все равно должен в зависимости что нарушил Коин скажет какие жертвы нужно приносить не во всех случаях все одинаково мы даже с вами знаем главы Мишпатим не все одинаково допустим если человека поймали что он украл быка то он должен 5 быков принести а если и овцу то 4 овцы а если что другое это вдвое вот так вот если сам как мы уже говорили раскаялся тот да просто вернет то что присвоил вот так вот в каких-то случаях Тора говорит пусть вернет присвоенную и пятую часть пусть вернет в каких-то случаях просто вернет в общем все зависит от того действия которое он совершил Коины эти законы хорошо знают потому что чтобы приступить к работе они обязаны 30 лет учиться он в 30 лет только приступает своим обязанностям 25 лет заступает на службу уже на практику и через 5 лет имеет право самостоятельно служить и выносить решения по разным вопросам вот так вот то есть не все так просто это очень образованный человек а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берта бен Исраиль памяти Павел бен Ефим Яков бен Нахум Владимир бен Григорий за здоровье Светлана бен Клара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Ицхах Инна бен Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бен Ривка Полина бен Соня Сура Лена бен Клара Женя бен Ида Анна бен Елена Ефим бен Эстер Двойра бен Мирьям Моисей бен Ева Ирина бен Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бен Маиль Евгений бен Берта Евгений бен Ита Фера бен Ана Геннадия бен Елена Елена бен Инесса Ольга бен Светлана Йосиф Дан бен Цара Таня бен Фрида Ида бен Рива Вадим бен Татьяна Юлия бен Белла Яков Йосиф бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бен Берта Ася бен Года Марк бен Нина Ира бен Вера Леонберг Клара Рафель бен Клара Хана Цепора ба Цара Ида бен Хая Адива Ефим бен Цоня Майя бот Фаина Алексей бен Ольга Клара бот Броня Гая бот Царит За хороший дух Арон бен Двойра Низ бен Нахум Абигаль ба Цара Хана бот Аврагам Рафаэль Ариолей бен Лариса Галья бот Гедалия Мазовый Барсас Гула Ирина бот Ри Арон бен Ри Паранца и Бриют Владимир бен Рая Анна бот Александра Марина бот Рая Борис Мадмарина Алексей бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнасакова Она мазала то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем всего самого наилучшего Всем желаю Крепчайшего здоровья И пусть скоро Закончится страшная война И до следующих встреч Надеюсь Состоится завтра В 15 часов Шалом